Евангелие от Матфея, глава 22. И что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с ордианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божий учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры, покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий. И говорит им, чье это изображение и надпись, говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божия – Богу. Услышав это, они удивились, и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, и даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, воскресение которого из семи будет она женою, ибо все имели ее. И Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьи. Ибо воскресение не женится, не выходит замуж, но пребывают, как ангелы Божьи, на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам, Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И слыша, народ дивился учения его. А фарисеи, услышав, что он привел садукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда, говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему, ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Послание апостола Павла к римлянам, глава 14. Немощного вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком неравно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни? Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулиться ваше доброе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере – грех. Аминь. Аминь. Книга Бытия, глава 22. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь, с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнеца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ира, посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрятся. И вторично возвал Аврааму ангел Господень с неба и сказал, Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался глаза моего. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав, «Вот и Милка родила на хору брату твоему сынов, Уца первенца его, Вуза брата всему, Кемуила отца Арамова, Кеседа Хазо, Пелдаша, Идлафа и Вафуила». От Вафуила родилась Ревека. Восьмерых сих сынов родила Милка на хору брату Авраамову, и наложница его именем Реума также родила Тиваха, Гахама, Тахаша и Мааху. Псалом двадцать второй Псалом Давида Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего, «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok